Криптовалютный рынок В последние дни, которая длится, продолжается Итак, сегодня понедельник, поэтому анализируем график биткоина Давайте перейдем к графику биткоина Текущая цена 11 811 и уже 12 долларов Соответственно, переходим к свечному графику Это дневной таймфрейм Нам график биткоина хорошо знаком Поэтому давайте просто в качестве напоминания Хочу сказать, что здесь мы анализировали, комментировали Вот этот нисходящий тренд И параллельно глобальный восходящий тренд За счет которого практически вот эти две линии Они рисуют или когда-то нарисовали вот этот симметричный треугольник Мы знаем, что совсем недавно здесь была консолидация И сейчас видно, что это выход из треугольника По сути, мы знаем, что симметричные треугольники являются фигурами продолжения тренда Будет хорошо, если это наконец-то действительный уже реальный выход из этого симметричного треугольника И возобновление глобального или основного восходящего тренда То есть эта фигура достаточно важная Мы ее комментируем почти всегда Хотя мы уже вышли из этой фигуры Все равно я ее показываю Так, на месячном таймфрейме Что у нас есть? Хорошо знакомая нам бычая свеча за июль Которая практически имеет локальная цена закрытия выше вот этой цены закрытия и выше цены открытия вот этой свечи Соответственно, мы еще тогда говорили, что это дополнительный хороший бычий сигнал Текущая маленькая свеча за август имеет бычье тело И, конечно, самое главное, что ее локальный максимум обновил предыдущий локальный максимум И локальный минимум высоко, находится высоко по сравнению с предыдущим То есть это дополнительный бычий сигнал на месячном таймфрейме Если перейти на недельный таймфрейм Вот мы знаем, что здесь была вот эта консолидация Вот она консолидация практически Которая была вблизи вот этого уровня, вот этой вершины Или вот этой вершины также И нижней части вот этого треугольника здесь После этого произошел выход и график пошел вверх Бычьи свечи, у которых локальные минимумы повышались Мы знаем, что на прошлой неделе, когда я проводил анализ Я отметил, что вот этот локальный максимум не смог обновить вот этот То есть это говорило о том, что идет консолидация То есть не то, что бычий тренд меняется на медвежий Потому что все-таки здесь были повышающиеся локальные минимумы Но максимумы не обновлялись И это говорило, что быки сталкиваются там с этим сопротивлением Сейчас интересно, что локальный максимум предыдущей свечи За предыдущую неделю получается Все-таки обновил вот этот локальный максимум Минимум остался выше предыдущего И все это говорит о том, что быки пытаются снова возобновить Полный контроль над рынком Соответственно, для меня это хотя и маленький, но бычий сигнал Будем следить за ситуацией Интересно, что вот эта свеча уже имеет так же цена закрытия И ее цена закрытия выше вот этой цены закрытия Выше вот этой цены закрытия Выше вот этой цены открытия И этой цены открытия То есть это дополнительные маленькие такие бычие сигналы уже и на недельном таймфрейме Если перейти на дневной таймфрейм Тут почти ничего нового не могу добавить по сравнению с предыдущей неделей Единственное, вот видно, что это зона консолидации, которая сейчас происходит Вот та консолидация, о которой я говорю, когда открываю сайт CoinGecko И говорю, что вот за счет вот этих флуктуаций Мне кажется, что консолидация продолжается Вот она эта консолидация условно Она находится на уровне вот этой вершины И соответственно, тут что самое главное Что мы уже несколько раз обсуждали Что произошел выход из нисходящего канала Выход из нисходящего тренда Вот он Или из вот этого падающего клина То есть медвежья фигура практически уже закончилась У нас рост Это самое главное Итак, если перейти сейчас на четырехчасовой таймфрейм Что хочу отметить Здесь практически идет восходящий тренд Если провести линию по минимумам Вот он практически восходящий тренд Или условно восходящий канал Флуктуация идет, волатильность внутри этого канала Да, может быть это и клин То, что мы говорили еще на прошлой и на позапрошлой неделе График начинает двигаться все время в верхней части клина По верхней линии Но это не значит, что тренд практически развернется Это говорит, что здесь есть сопротивление Пока тренд сохраняется восходящим И самое, то есть в целом на всех таймфреймах Наблюдается такое маленькое Перевес бычьих сигналов То есть возобновление бычьих сигналов И последнее, что хочу сказать Даже если перейти на H1 Здесь очень интересная ситуация Вот хорошо виден вот этот восходящий треугольник Который также является фигурой продолжения тренда И кто знает, может быть уже мы находимся в той части треугольника Который потихонечку график попытается выйти вверх И конечно, если произойдет выход вверх Это будет возобновление вот этого восходящего движения Соответственно, вот он практически этот треугольник Следим за треугольником В целом, в качестве заключения Мне кажется еще раз, что Хотя и маленькие сигналы Они на данный момент остаются в основном быче На всех таймфреймах Итак, у меня на этом все, друзья Поделитесь вашим взглядом В качестве комментариев ниже этого видео Конечно, я вам всем желаю удачи на финансовых рынках Здоровья и до новых встреч С вами, как всегда, в это время был Эд Крипт Спарк Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!